Вообще вспоминается эти два года, вообще вспоминается очень тепло. Коллектив у нас подобрался хороший, и когда я приехал в 99-м, это был первый мой сезон здесь, и мы заняли в том году третье место, поэтому очень хорошие такие положительные эмоции были. Ну и как я говорил, что и коллектив хороший был, и в принципе игра давалась, болельщики полный стадион заполняли, ну короче атмосфера была очень приятная, и играть было приятно, запомнился очень хорошо, запомнился. И второй сезон такой был неоднозначный, но запомнился тем, что мы шли ни шатка, ни валка, плюс смена тренера у нас была, и последние игры, наверное, 6-7, мы вообще там прошли без поражений, и поправили немножко турнирную таблицу. Ну, судьба так бывает, разбрасывает нас, хотя с Андреем и Сипсом мы еще продолжали играть и в Речице заведорочно в то время. Виктор Борель, ну, мы тогда разошлись, ну, в плане того, что я его прекратил играть, и уже перешел в другой клуб, но ведь еще оставался, и поколесил немножко, и по России. И Андрей Морозов, ну, с Андреем мы больше столкнулись там уже по мини-футболу, хотя, ну, все друг друга знаем, Костя Прохоренко больше мы соперничали друг против друга, когда я за Динамо играл, за Витебский играл еще. Вот. Паша Кречин, то же самое, кто еще у нас там. Ну, почти со всеми пересекаются, ну, тут все знакомые лица, и здесь никаких проблем нету, ничего. И приятно их снова увидеть и вместе работать. Ну, сюда я официально устроился с 1 февраля, а до этого я уже, ну, полторы недели, наверное, приходил на тренировки, старался познакомиться уже, увидеть ребят, кто что чего стоит, и кроме игры 1 февраля, что мы играли здесь Динамо, я уже успел съездить на СБФ, когда они играли в Минске. Больше показала вторая игра с Динамо, что есть перспективное продолжение, потому что уже гораздо лучше, несмотря на счет, гораздо лучше мы выглядели, чем в Минске и в физическом плане, и в плане выхода из обороны, быстро переходили и атаки какие-то совершали. Да и сказать, что Динамо и АБФФ – это хорошая, серьезная команда, еще и БТ будет. Но наша главная задача сейчас потихонечку набирать все обороты, и чтобы в сезон вступить уже в хороших кондициях. Конечно, есть проблемы в составе, есть такой, скажем так, перепад, наверное, в мастерстве игроков, но это наши ребята, с ними надо заниматься и продолжать двигаться дальше. От себя я просто хотел бы передать тот опыт, знания, и постараться, чтобы они прогрессировали и стучались в дубль, потом в основу. Поэтому, что смогу, то и отдам. Это моя задача. То, что как семье, как они интересуются, как они читают, какой кругозор их, это тоже очень много значит. Как общаться со старшими, немножко знать историю хотя бы футбольного клуба, что, кто, где, когда, и это тоже им дает. Но если они этого не знают, конечно, сложнее общаться. В любом случае надо находить язык, и если это надо жестко, значит, надо жестко. Если это мягче, то есть люди разные есть, и поэтому и разные отношения ко всем. У меня уже стаж практически 20 лет, и за это время, конечно, тоже уже поднатаскался, и много чего понимают. То есть с девушками, с женщинами работать, это тоже было непросто. Но как-то находил язык, значит, и тут можно найти. Было сложно первое время, потому что разброс был в возрасте от 12, наверное, до 22 у девочек. И поэтому было сложно в плане того, что они только полгода футбола играли. И практически мы все начинали с нуля, и на 3-4 год мы практически уже играли с чемпионом ничью. Это тоже многое о чем говорило, и мы достигли какого-то уровня. Девчонки попадали и в юношеские, и потом уже впоследствии в национальные сборные. Так что неплохой период получился. Мне было интересно в плане того, что они подкупали своей искренностью. Было с ними легко в этом плане. Да, было сложно в некоторых моментах, там, может быть, в тренировочном что-то они не понимали. Ну, в принципе, нормально у нас и коллектив потом сложился. Единственное, что жалко было, что тоже прекратилось финансирование, и пришлось закрыть команду. Интересное время было, ну и потом как-то пошло-поехало, когда команда у нас пропала. Молодежные сборные у меня уже были. Потом и национальные сборные, где тоже был интересный отрезок. А нет, не было ничего сложного, когда у тебя знаний в голове хватает, и ты понимаешь футбол. То есть у меня уже вот эти вот переключения, когда приходилось одновременно работать с девочками. У нас высшая лига была. У меня был мини-футбол, высшая лига, ребята, БЧ. У меня был У-17 девочки сборная, и потом еще взяли меня, и на то время не выглас, когда был председателем Федерации футбола, позвал мне и сказал, ты переходишь вторым тренером на У-17 девочкам, но ты должен будешь заниматься пляжным футболом. У нас создается сборная. То есть вот такие вот переключения, и все виды футбола зацепил, и удалось быстро перестраиваться, понимать специфику. Я говорю, что здесь никаких проблем нет. Здесь просто надо, наверное, одна эта проблема, это начальная, это узнать каждого, его потенциал, что он за человек, как вести с командой, что он собой представляет быту и на поле, и сразу и все, и легче. Ты пошел, ты уже как становишься как единым целым с этой командой, и все собрания, и все разговоры уже настроятся на этом. Ну и, конечно, на поле то, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...